Приветствую вас еще раз. Разумеется, месть бывает личный, когда именно в личных взаимоотношениях появляется желание отомстить, появляется желание оплатить человеку за то, что он не соответствует ожиданиям того, кто мстит. Но бывает и так, что человек лично не сделал ничего, но у того, кто мстит, может возникать желание мести по отношению к социальному слою, социальному статусу, достижениям, положению, перспективам и так далее. Такой человек мстит не конкретно личности, а какой-то социальной стороне или какому-то определенному поступку абсолютно нормальному и абсолютно естественному. Ну, например, попросили у вас помощь, а вы отказали. Ну, потому что сказали, я сама справлюсь. Например. Человек, человек начал вам мстить. Понятное дело, что здесь, именно в этом примере, можно подискутироваться относительно того, лично это место или нет, но бывает и такое. Такой, то есть, место бывает личной, бывает, так сказать, полуличной, а бывает место вообще безличной, когда мстит. Мстит именно всем, кто вот занимает какое-то положение по отношению, там, к тому, к тому, например, если все люди с вашей старости, к вашей старости относятся, и ведут себя с ней так, как будто они ее подчиненные, а она их самое главное, то любой человек, который ведет себя не так, будет рассматриваться как угроза. Вот. Ну и, соответственно, из того, что я говорил в первой, в первом ответе, там тоже, насколько я помню, было про умею. Дальше. Да, лично вам вряд ли, потому что, чтобы появилось желание навредить лично вам, нужно быть с вами в отношениях, нужно иметь с вами какое-то отношение, к вам, точнее, нужно иметь какое-то отношение, нужно, чтобы вы что-то значили для человека именно в личном смысле. Вот. А когда вам мстят не из личного, а потому что вы занимаете какое-то социальное положение или преследуете какие-то социальные сферы, социальные цели, простите, пожалуйста, социальные цели. Вот. Но мы, на мой взгляд, местью личной здесь, ну, и не пахнут. Вот. Поэтому, да, психологи по-другому смотрят на эти вещи. Вот. Вы, конечно, можете сказать, что, например, мое социальное положение, это и есть я, и это и моя личность тоже. И в какой-то степени я с вами соглашусь. Но для меня проявление личности – это проявление выбора. Вряд ли, вряд ли вы, поступая в университет и собираясь идти на красный, например, диплом, вряд ли вы, решив однажды идти на красный диплом, постоянно выбираете это. Наверное, вы решили выбрать и идете время от времени, проверяя свой выбор на актуальность. И вряд ли этот выбор, идти на красный диплом, например, имеет направленность на кого-то. То есть, это просто ваше желание получить образование, получить диплом для дальнейшего развития и перспективы. Никому из других людей вы, скорее всего, свой диплом не обращаете. Ну, если только, там, вы можете его кому-то посвятить, там, родителям, например, или, там, своим друзьям, знакомым, или, может быть, романтическому партнеру, вот. Ну, как правило, это вы, человек это делает для себя. И вот, другой такой человек, видя, что вы идете на красный диплом, решает вам мстить не вам лично, а потому что вы именно идете на красный диплом. То есть, как человек, вы для него отсутствуете, как личность вы ему не интересны, да он вас и не знает. Но зато он видит социального индивида, который пытается достичь какого-то успеха и начинает этому мстить. На мой взгляд, это не лично, не личная мстить. Вообще, очень часто бывает такая история, что, по крайней мере, у меня лично был такой опыт, что, сталкиваясь в интернете, например, с хейтерством, да, вот, в силу ряда причин, я начинал человеку задавать вопросы, вот, что-то спрашивать у него, что-то говорить, на что-то указывать. Как только завязывался такой разговор, оказывалось, что человек, в общем-то, и не хотел, как получалось, говорить эти вещи. Он, оказывается, имел в виду совсем другое. Понятно, что это чушь полная, но как только между людьми устанавливался личный контакт, не социальный, а личный, вот. Оказывается, что те цели и те векторы, которые были до того, как личный контакт появился, ну, начинают пересматриваться. Это не означает, что, узнавая вас получше, старый-то перестал себя так вывести, скорее всего, нет. Но, как бы, этот момент тоже нужно учитывать. Я вот так хотел подчеркнуть все же разницу между личным местом и местом за определенную социальную активность, или за социальное, как бы, какое-то просто социальное положение, которое вы, может быть, и не выбирали. Вот. То есть, например, вот, если опять же их гипотетически предположить, что есть такая старость, которая отслеживает всех студентов, которые, например, попадают в университет по... ну, по желанию родителей своих, и она их оттуда выживает. Совершенно очевидно, что она выживает всех студентов, которые имеют определенную субъективную сторону к своей учебе, то есть, определенное отношение к этой учебе. И особо не важно, не важно, что там за обстоятельства какой-то человек. Вот, есть студент, он не хочет учиться, значит, его нужно выжить. Вряд ли, эээ, вряд ли это можно назвать личным, каким-то лично неприятным. Это более глобально здесь. Надеюсь, я вам раскрою. Естественно, это не означает, что вы можете считать... Вы не можете считать, что месть не бывает другой, кроме как лично. Вы правы оставаться при своем мнении. Просто вы спросили меня, и для меня это... Для меня вид мести зависит от объективных и субъективных факторов. От мотивации, от цели и от отношения человека. Дальше. Вы пишите, я, может быть, не так выразилась по поводу... Маргарит, мне кажется, не добавили в эту группу с определенным расчетом, расчетом на негативный исход. Ну, вполне возможно, если в, допустим, организации присутствует некоторая иерархия, то вполне возможно, что, да, вы оказались персоной Нонград. Особенно с учетом того, что вы пишите немножко дальше. Тараса работала секретарием на гос. за два года. И там все время был этот же состав комиссии. Наверное, она видела манеру общения. Особенно с теми, кого представляют как слабых студентов. Плюс второгодники. А их было большинство. Красная дряпка для одной из преподавательных. Она их и отправила в Экадиям к разу больше всех. И ехидничала, что не каждый закончил с первого раза выше, что якобы не у всех самостоятельно написано в ВКР. Ну, честно говоря, я здесь не очень понял вашу логику. То есть вы пишите, что вас отправили в группу с расчетом на негативные исходы. Типа второгодники и так далее. Но почему-то вас нужно было посчитать слабым студентов. То есть вам нужно было придать статус слабому студенту. То есть вот вы были сильным студентом, вас нужно было перевести слабые студенты, чтобы к вам было соответствующее отношение. Чтобы вы из-за этого соответствующего отношения не смогли достичь в определенных промежуток времени определенных успехов, определенных результатов, точнее. Вот и все. Зачем-то? Ну, нужен был такой поворот событий старости, если это она сделала. Ну вот. И более, что, как я понял, с вашей стороны никаких поводов вы преподаватели для этого не было. Дальше. Ещё хотелось бы заметить, что вообще не было, а в обществе вообще была единственной потенциальной краснодипломницей группы. Ну вот. Вероятно, в старости не хотела, чтобы вы были единственной потенциальной краснодипломницей группы. Себя старости поместила группу, где почти все шли на красных. И в этом контексте мне немного затруднительно. Представлю, что она не поддерживает конкуренции только со мной. и желает самой трудиться только благодаря мне. Другие отличники её не смущают. Ну, я не знаю, конечно, что смущает её или нет. В конце концов это другой человек. Мне, наверное, не очень хотелось бы говорить о том, что смущает её. Но я могу сказать, могу обратить точнее ваше внимание вот на что. Есть такая поговорка, вам она, наверное, знакома. Я точно сейчас не вспомню, как мне эта мысль пошла в голову только что. Но смысл там такой. Один человек это индивидуальность, а два человека это уже толпа. Одна смерть это событие, это трагедия, а две смерть это уже статистика. И, соответственно, много красных дипломников. Это статистика. Но один красный дипломник выделяется. И вполне вероятно, что несколько красных дипломников, скажем так, более удобно, чем один красный дипломник. Понимаете? Какая штука. И один красный дипломник может быть более неудобным, чем несколько. Это все предположения и, может быть, какие-то другие отличия и есть, скорее всего. Я думаю, что именно красный диплом здесь связан с важной историей, но не единственной. Скорее всего, что-то в вашем поведении, может быть, в ваших амбициях, может быть, в том, как вы себя подаете. Может быть, ваша независимость, самостоятельность, целеустремленность вызывают вот такие чувства. Надо сказать, что по моему субъективному мнению, включая меня, только трое человек были уверенными отличниками. Остальные поведения, чтобы я себя и переоцениваю. Ну, почему? В данном случае это все можно достаточно легко проверить, достаточно посмотреть статистику успеваемости и, в принципе, все. Другой вопрос, что мне показалось, что вы слишком много значений уделяете и оценкам, и красному диплому, и успеваемости в целом. Вот. Но это уже ваш выбор. Это уже ваш выбор. Здесь я говорить ничего не буду. Просто в моем опыте подобный акцент не идет на пользу, к сожалению. Дальше. Было заметно, что кто-то забрел, ему не хватало широкого заграда, он не уходил за границу предложенного. Ага. Куда-то подглядывали, спитывали постоянно, кто-то подмазывался к педагогам, кому-то просто везло. Ну, у людей разные способности, разные желания, разные цели, разные предпочтения. Поэтому мне кажется, что это нормально. Это не делает этих людей хуже тем, чем те, у кого способности больше подходят к обучению. А, у других, у двух других сильных девочек староста, а, двух других сильных девочек староста эксплуатировала, в конце посидела за партой в течение своего обучения два года, и другие два года соответственно. Далее, когда она вступила к завершению, она ушла как более перспективно, где-то видимо списывала. Потому что она знает, что при силах помогал с курсовыми делать совместные работы и тента. Что ж, я полагаю, что для староста подобное поведение вряд ли является благоприятным, ведь староста нужно поддерживать некоторый образ. что она достойна, а такое поведение вряд ли можно назвать подкрепляющим ее способностям высоким. Аутсайдером я, в принципе, был постоянно все четыре года, шестнадцать и восемнадцать. Загрузников стояли в отдельной беседе, которая создала староста. Аутсайдеры – люди, которые выделяются. И аутсайдеры – люди, которые выделяются, в принципе, всегда. Но люди очень часто выделяются тем, что они ведут себя непривычным образом, что они ведут своим целям, что они просто остаются верны своим принципам, своим идеалам. И другим это может не нравиться, и других пугает независимость и невозможность иметь над такими людьми власть. Вполне возможно, что староста ощущала, что власть над другими у них все так или иначе есть, а вот над вами власть она не имеет. Но если тебя нельзя подчинить, то тебя нужно изгнать. Тактика знакома в любых, мне кажется, политических организациях, в любых политических отношениях. Там, правда, еще есть подкуп. Подкупать вас вроде бы не пытались, но это только потому, что немножко сферам, которые там происходят, не предполагают подобного атаку подкупить. В принципе, тоже могли попытаться купить вас. Вот. Такая вот история. Надеюсь, это было полезным, интересным. Вот. Повторюсь, я не хочу, не преследую вас в чем-то переубедить. Не преследую цели навязывать вам свою позицию. Вот. Моя задача скорее заключается в том, чтобы высказать какие-то свои мысли и постараться вас поддержать. Мне кажется, на данный момент это самое главное. Нет, не единственное, но самое главное. Вот. Я желаю вам удачи. Будем на связи. Пятного аппетита. Продолжение следует...